Официальные новости, разъяснительные статьи, исторические материалы, очерки об известных людях Ленинского района, освещение спортивных и культурных событий, молодежное приложение «Ровесники» – все это «Видновские вести» сегодня. Издание газеты – тяжелый коллективный труд. Свежие выпуски газеты, которые подписчики получают каждый вторник и пятницу, сдаются в печать в понедельник и четверг соответственно. Следующий этап – верстка. В этот момент могут поменяться заголовки, расположение материалов и фотографий, сверяются факты, цифры, материалы. Происходит финальная вычитка текста дежурным редакторам, а главный редактор газеты «Видновские вести» Ника Решетина отвечает за каждое слово в газете. Надо сказать, что во все времена районка стремилась вести живой диалог с читателем, была его советчиком, другом, готовым выслушать и помочь в трудной ситуации. Мы очень бы хотели, чтобы к нам приходили молодые, энергичные и очень заинтересованные в этой профессии молодые люди. А вот другая газета. «Кружок юный журналист» существует в Видновской школе номер 7 с 2011 года. За это время было выпущено несколько номеров школьной газеты под названием «Семерочка». Каждый номер индивидуален и в то же время объединен общей тематикой. Это жизнь школы номер 7. В штат входят журналисты, фотокорреспонденты, верстальщики. Все на серьезном уровне. Для детей, по моему мнению, это ценный опыт, познание мира, осмысление его и понимание своего места в нем. А для нас это большое удовольствие работать с такими талантливыми юными журналистами. Работу в газете ведут учащиеся с 5 по 10 классы. «Семерочка» выпускается раз в квартал, то есть три газеты в год. Основные рубрики – обзор школьных событий, спорт, развлекательная страница, переменка – это кроссворд или выдержки из школьных сочинений ребят, заметки путешественника, вопросы, волнующие подростков. Я пишу статьи в рубрике «Топ-3», «Топ-5», «Топ-10». Вот в такой категории. В этом выпуске, например, у меня было задание написать топ-3 самых популярных писателей в нашей школе. И я проводил опрос, и оказалось, что у нас это Пушкин, Лермонтов и Беляев. Карина занимается в художественной школе, поэтому в газете отвечает за рисунки, краски и анимацию. Иногда делает фотографии. Символа газеты «Львёнка», который переходит из номера в номер, она нарисовала сама. Лев – это символ нашей газеты и символ нашей школы. А почему он был лев? Ну, потому что легче, если вместе, то есть сокращенно лев. Штат школьной газеты достаточно большой и постоянно обновляется. В настоящий момент планируется специальный выпуск, посвященный прошедшему году литературы и наступившему году кино в России. Они работают в зависимости от тематики, соответственно, от сложности статей, то есть что они могут осилить. Ну и бывает, как бы у нас ещё литературная страница, например, есть. Бывают там, помещаем какие-то отдельные шедевры, так сказать, маленькие наших детей. Поэтому вот развиваемся всячески и надеемся, что у нас идеи не иссякнут. Газета «Семёрочка». Свежие новости седьмой школы. Покупайте у всех киосков страны. Это, конечно, была шутка. С последним номером газеты вы можете ознакомиться на сайте АМБО «Видновская средняя общеобразовательная школа номер семь». Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. Вот из таких школьных газет порой вырастают сотрудники больших, серьёзных изданий. А в нашей студии корреспондент газеты «Видновские вести» Ольга Пикуль. Оля, вы совсем недавно пришли работать в районную газету. И для вас это первый профессиональный праздник. Скажите, что-то изменилось в вашей жизни с обретением новой профессии по отношению к району, к жителям? Да, конечно, безусловно. Работая тут, казалось бы, всего полгода, я уже прекрасно понимаю, что ты находишься всё время в гуще событий, бываешь на различных мероприятиях, знакомишься со множеством людей. И благодаря этому ты смотришь на разные ситуации под своим углом, чтобы в конце выдать конечную, объективную информацию для наших прекрасных читателей. Насколько мне известно, газета отметит в ближайшее время юбилей. Да, газета отметит 85-летний юбилей в конце февраля уже. Казалось бы, титаническая цифра, но, несмотря на это, мы идём в ногу со временем, много участвуем в различных акциях. Допустим, проходят различные у нас акции по подписке на нашу газету. Количество читателей увеличилось? Да, а в следующем году увеличится ровно вдвое тираж. А значит, и количество читателей увеличится, и, мы надеемся, интерес газеты намного возрастёт ещё больше с ними. Телеканал «Видное ТВ» от всей души поздравляет вас Ольга. А также весь коллектив «Видновских вестей» с Днём российской печати. Новых творческих находок, добрых читателей. Ну и, как говорил Юрий Олеша, не дня без строчки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова